И тогда Михаэль, великий первосвященник, берет тот дух и приносит его в жертву ароматного благовония перед Творцом. И пребывает он там и услаждается вечной жизнью, а затем он снова опускается оттуда в земной райский сад и услаждается всеми усладами и вновь облачается в одеянии воздуха райского сада и пребывает там теперь в конце вдвое более величественным, чем до подъема. Венце, простите. И пребывает там венце вдвое более величественным, чем до подъема. Все равно мы ничего не поняли, даже если ты пропустил одно слово. Значит, смысл в чем? Подъем осуществляется особой силой, подъемной, допустим, как в нашем мире. Магнит, ветер, сила, притяжение какая-то должна быть больше. Есть в высшем мире также силы, которые, исходя из, как в нашем мире, есть четыре уровня, неживое растительное животное, человек, так и в духовном мире. В мире Асия и Церабрия Ацелут существуют четыре разные силы, которые производят подъем. И эти силы называются ангелами. Это Михаэль, Гавриэль, Уреэль и Рафаэль. И эти силы, они поднимают человека, соответственно, они, в принципе, в каждом мире своя сила, но и все они четверо вместе и в каждом мире работают. Только смотря, кто из них является там ведущим. Так вот, самая первая сила, которая поднимает человека в высший мир, это Михаэль. Микаэль. Кто как творец.